Данная серия выпусков будет интересна в первую очередь тем, кто только купил свое первое моноколесо или, возможно, собирается это сделать. Хотя и опытные моноколесники вполне возможно найдут для себя что-то новое. И этот выпуск будет посвящен аккумуляторной батарее колеса. Мы поговорим, как ее заряжать, поговорим, как она устроена, поговорим о технике безопасности, а также поговорим о том, как продлить срок службы батареи. Так что усаживайтесь поудобнее и поехали! Какой бы мощный мотор в моноколесе не был, он ничто без добротного емкого аккумулятора, который в современных топовых моноколесах является, как правило, самой дорогой деталью. Неправильное обслуживание аккумулятора может привести к скорому износу или выходу из строя, а в отдельных случаях и к возгоранию. Устроен аккумулятор из множества литиевых элементов, чаще всего это элементы 18650, соединенных между собой параллельно в блок. И, как правило, несколько таких блоков устанавливаются последовательно, что в свою очередь дает некоторую подстраховку при выходе одного элемента из строя. Если вы не сильно разбираетесь в электротехнике, то рекомендую использовать только штатные зарядные устройства. А если решились использовать альтернативные, то будьте аккуратны с номиналом напряжения и значением силы тока. Например, в Кинсунг 18Л установлена аккумуляторная батарея 20С4П номинальным напряжением 74 В, а заряжается оно 84-вольтовым зарядным устройством, что соответствует пиковому значению этой сборки аккумуляторной батареи. Не секрет, что падения и повреждения моноколеса неизбежно случаются. Тут важно помнить, попадание воды в аккумуляторную батарею или использование аккумулятора с механическим повреждением может легко вызвать воспламенение устройства. Литиевый аккумулятор не любит двух вещей – полного разряда и долгого нахождения в полном заряде. С первым владельцу моноколес повезло. Моноколесо перестает ехать и задирает педали где-то на 5% заряда. Так что высадить его полностью – задача непростая. Второе, от чего портится аккумулятор – это долгое нахождение колеса на полном заряде. Поэтому, если вы не планируете кататься в ближайшую неделю или месяц, то заряжайте колесо лишь на 90%. В случае необходимости – зазарядите колесо перед поездкой. Если же хранить колесо предстоит больше месяца, что особенно актуально для тех, кто не катается в зимний период, то рекомендуется это делать на 60-80% заряда. Важно учитывать, что некоторые колеса в выключенном состоянии могут потреблять какие-то мизерные токи. И это может высадить аккумулятор в ноль, например, при длительном хранении. Чтобы этого не случилось, у колеса, которые не эксплуатируются долгое время, рекомендуется хотя бы раз в 3 месяц, а лучше чаще, проверять уровень заряда. Со времен никелевых аккумуляторов у нас в голове засело мнение, что необходимо полностью высаживать аккумулятор перед зарядкой. К литиевым аккумуляторам, которые устанавливаются в моноколесах, это не имеет ровно никакого отношения. Тут все с точечным наоборот, и частая полная разрядка аккумулятора может в несколько раз сократить срок его службы. Для того, чтобы литиевая батарея прослужила немного дольше, рекомендуется выкатывать ее лишь до 60-70% оставшегося заряда, а затем снова заряжать. Вообще, заряжайте колесо как можно чаще. Конечно, если вы раз в месяц полностью разрядите и зарядите колесо, то это, скорее всего, и пойдет ему на пользу, и плата БМС скажет вам лишь спасибо. Но не стоит это делать слишком часто. Если же вы решили эксплуатировать зимой, то помните, ничто так не убивает аккумулятор, как его зарядка при низких температурах. Поясню, если вы вышли из дома с теплым колесом в минус 10 и доехали до работы без остановок, то ничего страшного, скорее всего, не случится. Ведь аккумулятор во время работы выделяет тепло. Его хватит, чтобы он не замерз. Но поехать в 20-градусный мороз на колесе, которое постояло на улице некоторое время, уже так себе идея. Ведь даже если само движение уже несет вред, то, когда вы поедете с горки, пойдет рекуперация и, соответственно, зарядка моноколеса, что, в свою очередь, губительно отразится на аккумуляторе. Поэтому лучше воздержаться от поездок на моноколесе в мороз. И будем надеяться, что вскоре изобретут более легкие, дешевые и морозоустойчивые аккумуляторы. Вот, пожалуй, основные знания, что я накопил про уход за аккумулятором моноколеса. В следующем выпуске я расскажу про давление в покрышке, поделюсь своим знаниями и опытом в этом вопросе. Если вы со мной согласны, что вопрос правильного хода за аккумулятором является очень важным, то обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Если вам есть что добавить, пишите в комментарии. С вами был Анатолич, канал Чёртово Колесо. Пока-пока!